Итак, поехали. Объявлять переменные одного типа в одну строку можно и вот таким образом. Вначале пишем тип переменной, далее ее название, далее значение и через запятую мы можем вводить любое количество переменных с их названиями и значениями. И все они будут по типу, как вот здесь в примере, string. Как если бы мы написали то же самое, но в три строки, но нет, мы написали в одну строку. Здесь мы получаем данные с переменной c, вот таким образом. Идем дальше. Строки можно умножать. Мы объявили строку a, в которой есть привет с пробелом и умножили ее на пять раз и вот получили результат. Идем дальше. Как красиво сочетать строку с переменными? Вот мы объявили переменную a со строкой привет, далее переменную b как список с двумя ячейками и в переменную c, тоже она является строкой, сделали вот такую конструкцию. Здесь в одинарных кавычках мы пишем строку, но помимо наших просто символов строк, мы можем обращаться к переменной. И в данном случае обращаемся к переменной a, но перед ней необходимо написать знак доллара. Чтобы написать, например, более гибкую конструкцию внутри переменной, например, нам нужно получать ячейку в списке b. Вот мы ее получаем. Но нам необходимо не только написать перед самой переменной знак доллара, но и фигурные скобки. И таким образом мы получили результат. Привет, мой друг, как ты? Идем дальше. Инвертировать булевое значение можно с помощью знака восклицания. Мы объявили переменную a, булевое значение, которое равное true. Вот таким образом мы получаем ее значение. Очень все даже просто и как обычно. Но чтобы инвертировать ее значение, необходимо просто перед ней поставить знак восклицания. И мы получим, конечно же, false. Идем дальше. Условная конструкция в одну строку. Мы объявили переменную a, которая равна true. И здесь мы спрашиваем, если переменная a равна true, то запусти print, вот следующий. И мы его здесь получаем. If сработал, если a равна true. И здесь, если a не равна true, а точнее false, точнее ее инвертация, то запусти вот этот print. Он не запустился, его здесь нет. Также есть более развернутая конструкция, вот в таком виде. Если a равна true, то после знака вопроса будет срабатывать именно этот участок кода. Если все-таки a равна false, то после двоеточия мы запустим print вот этот. В данном случае сработал, если a равно true. Идем дальше. Корректное и красивое объявление списков. Вот так хорошо, вот так плохо. Здесь просто нет необходимости писать map и set, например, если мы таким образом их объявляем. Так советует Dart. Идем дальше. Вложить один список в другой список с помощью троеточия. Вот мы объявили список a, в котором есть просто три ячейки. 1, 2, 3. Вот есть список b, который пустой, но мы внутрь него положили просто список a с помощью трех точек. Даже можно сделать таким образом. Через запятую разные списки вложить в один. И вот мы получили результат b равен 1, 2, 3. Идем дальше. Каскадная аннотация. Здесь мы объявили пустую переменную b по типу list. И таким образом мы вложили в нее ячейки просто одной строкой. 1, 2, 3. Как если бы мы написали все то же самое, но в три строки. Но нет, мы сделали это в одну строку. И вот мы получаем результат. Список 1, 2, 3. Идем далее. Функция в одну строку. Таким образом мы можем объявлять функцию, то, что она будет возвращать. И это то же самое, что return, но без фигурных скобочек. Вот. Как если бы мы написали таким образом. Просто объявляем название переменной, непеременная функция. То, что она возвращает. И вот фигурные скобочки с return. Вот мы получили результат. 4. Идем дальше. Прощупать переменную на значение null. Здесь у нас переменная a пустая. Точнее у нее есть просто null в значении. Таким образом, обращаясь к переменной a, мы спрашиваем, если она null, то выводи вот эту строку. Если не null, то она выведет сюда то, что она имеет внутри. И вот в данном случае переменная a равна null. Поэтому этот текст здесь. Дальше. Что советует сам Dart? Читайте на странице вот этой. Ссылочка будет в описании. До свидания.